Это актуальное интервью в студии Сергея Мехедов. Здравствуйте. Накануне Якутску присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Указ подписал президент России Владимир Путин. О значении этого звания мы поговорим с Андреем Высоких, председателем Якутского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников и культурных объектов. Андрей Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Якутск в числе еще нескольких городов удостоился почетного звания «Город трудовой доблести». Этому наверняка предшествовала большая работа. Расскажите, как проходит процесс инициирования такой процедуры? Да, на самом деле мы в 2020 году, когда Сергей Владимирович был мэром, сначала возникла идея создания Парка Победы. Это на пустыре между городком и аэропортом. По левой стороне, если мы едим из города. И когда мы там собрались, как раз было какое-то постановление Путина о том, что предлагается новый, не то что новый, а наградить города трудовой славы. И мы подумали о том, что Якутск заслуживает этого, потому что действительно в годы войны было очень много сделано как нашими гражданскими людьми здесь в городе Якутске, так и наш знаменитый Алсиб. Это вообще уникальное было, так сказать, предприятие. Это, конечно, было очень секретное, кстати, предприятие. И мы очень тяжело искали эти архивные данные по тому, что нам надо было. То есть в условиях вот этого присвоения нам надо было найти награждение гражданских людей во время войны здесь в Якутске. И награждение какого-то предприятия или воинской части именно тоже на территории Якутска награждение каким-то, ну, будем так говорить, или переходящим к Красным Знамею или Ордену или что-то. И потом еще собрать определенное количество подписей от горожан о том, что они желали бы, чтобы городу присвоили это звание. И вот когда началась эта работа, конечно, мы даже сами не ожидали того, какой объем работы нам придется перелопатить. И вот первое, что мы начали с Алсиба, все знали, что есть Алсиб, что у нас был перегонный вот этот полк и так далее, что вот эта вот территория сегодняшняя, мы любим называть просто авиагруппой, многие люди даже не знают, что там это была вот закрытая воинская часть, эта территория охранялась, то есть был забор на этой территории, был у них клуб, были вот эти так называемые дома, где они жили, был штаб и на самом деле вот буквально несколько лет назад снесли дом, по нашим архивным данным, точно мы знали, что в разное время там жил опять Герой Советского Союза. Ну, это, кстати, к сведению. И вот мы знали, что он награжден, этот полк был во время войны, но вот чтобы получить эту бумагу, был запрос в архив Советской Армии, то есть вооруженных сил. То есть мы этого долго искали, долго, ну, в конце концов, нашли и при, что называется, прикололи к себе. А в архиве нашем, на национальном архиве улицы Дзержинского, мы как раз искали вот награжденных во время войны. Было очень интересно, и когда мы нашли, там несколько десятков людей, это все в архиве у нас записано, прямо вот фамилии, имя, отчество, какое-то предприятие, чем награжден, и все. И мы это все выложили на сайте. Тогда он был привязан к ЕКТРУ. К сожалению, ну, вот сайт ушел, и, к сожалению, информация маленечко куда-то ушла. Но буквально вчера, когда мы узнали о том, что нам все-таки присвоили это звание, мы решили, что этот сайт найти, открыть, и чтобы он был в открытом доступе. Так вот, когда мы опубликовали эти списки, даже там вот моя тетушка, Аброшитова Александра Измайловна, она была награждена как раз. И я ее сыну там звоню, говорю, Анатолий, смотри, вот он говорит, да ты что, я даже не знал. То есть, на самом деле, вот это вот, ну, эти люди были настолько скромные, да, что они вот работали, ну, как мы говорили, на победу, да, в тылу и так далее. И вот они даже не говорили, никогда не хвастались тем, что они были награждены чем-то во время войны за свой гражданский труд. Вот. Для чего, на ваш взгляд, спустя столько лет, после окончания Великой Отечественной войны, нужно присваивать такое звание городам? Ну, во-первых, это, наверное, дань уважения нашим предкам, да, вот мне вчера было очень много посланий, и в WhatsApp, и звонили. Спасибо вам, Андрей Анатольевич, за вот эту большую работу. Мой дедушка застал, когда вы это все делали, и он чуть ли не плакал о том, что вот какую-то работу молодежь ведет. Ну, какая молодежь, мне 62 года. Но, тем не менее, понимаете, это вот как раз надо говорить и знак уважения нашим родителям, показать нашим детям, и чтобы наши внуки тоже как-то смотрели на то, что мы не безразличны своей историей. Это важно. Вы рассказали, что изучили множество документов, в том числе изучили вклад Якутска в победу в Великой Отечественной войне. Что вас больше всего поразило? Ну, наверное, вот то, что очень много строили, очень много говорили, то есть шили одежду, нашу теплую одежду отправили на фронтарь. И мало кто знает, что, например, в Тикси приходили Алсип, то есть ленд-лиз с продуктами. Да. То есть вот эти продукты везли из Америки, до порта Тикси, из Тикси они потом спускались с ней. Это вот в первую очередь шли для наших золотодобытчиков. То есть везет наш Алдан золотой, это Магадан, то есть это вся Колымская. Это все штаб был, опять же, в Якутске. То есть для того, чтобы рассчитываться нам за вот эти вот поставленную технику, нам мы платили золото. И золота надо было много. И вот везли продукты, и на самом деле, ну, то есть это было, опять же, не для фронта, а это вот именно для людей, которые... То есть, получается, при перегоне самолета останавливались в Тикси, привозили продукты для золотодобычи? Нет. Нет. Самолеты летели по другому маршруту, а это пароходами везли в Тикси. Отдельно, да? Да, и моя тетушка, вот Ольга Измайлова, она там работала, рассказывала, что мы там, молодые девчонки, таскали эти бочки, какие-то ящики, и в конце недели нам дали на бригаду батон копченой колбасы, мы ее неделю нюхали, потому что никогда в жизни этого не видели. И потом она ему говорит, вы чего не смотрите, вы кушаете, девочки? То есть, это на самом деле вот люди были настолько, говорю еще раз, скромны и работали, не покладая рук. Город Алдан получил подобное звание первее столицы республики. С чем это связано, конечно? Ну, наверное, все-таки золотой Алдан все-таки больше на устах, да? И, ну, вот это мы сложно объяснить. Мы, честно говоря, были несколько разочарованы, что он нас обогнал, хотя мы документы сдали, и очень несколько тысяч подписей собрали по городу, и вот прямо волонтеры у нас и по улице ходили, и по предприятиям, и так далее. Но вот, ну, все равно мы рады тому, что у нас вот Якутия, казалось бы, очень далеко от тех действий, где была война, но вот мы такой вклад делали. И поэтому я думаю, что надо гордиться тем, что вот наши города Якутии получили такое высокое звание. Андрей Анатольевич, как Вы считаете, другие города Якутии могут претендовать на такое звание, и что для этого нужно сделать? Ну, наверное, у нас уже нет таких городов, то есть, по большому счету, тот же. Ну, каким мы города сейчас нервными, появился уже при нашей жизни, там, и так далее. Поэтому я думаю, что достаточно того, что вот Якутск раз объединил, наверное, всю Якутию, потому что, ну, согласитесь, что здесь был штаб Алсиба, здесь был руководство, ну, будем так тогда, советской власти, и она руководила всей вот республикой, потому что везли рыбу из Якутии, даже вот тот же Тугун, Тугуно, как мы его больше, его тоннами везли на фронт, тоннами. Кто об этом знает? Мало кто знает. Удивительный факт, действительно. Какие теперь в связи с этим возлагаются обязанности на город трудовой славы, что нужно делать властям, жителям, чтобы город гордо нес это звание? Ну, я думаю, это уже забота руководства города и республики, ну, наверное, Министерства культуры, отдел культуры города Якутска. Ну, я не знаю, честно говоря, вот мы не задумывались о том, что мы потом должны получить или что мы должны делать, но вот то, что мы хотели добиться при своении этого звания, это было искренне, и вот все историки, с кем мы сталкивались, да, и в аэропорту вот эти вот дедушки, которые занимались Алсибом, историей Алсиба и так далее, для них это было очень важно, и они с большим трепетом и уважением предоставили все документы и какие-то данные по этому вопросу. Ну, насколько мне известно, вот интересовался, как-то 1 мая теперь у нас будет праздничный салют обязательно каждый год в связи с присвоением этого звания. Ну, а в городах трудовой славы устанавливаются различные знаки, монументы, стелы, свидетельствующие об этом. На ваш взгляд, что нужно установить в Якутске? Будетесь меняться, она уже стоит. Уже стела есть? Ну, вот Парк Победы, где мы, то есть мы сделали, и вот там стоит стела, и там уже есть, так сказать, определенная плита. Ну, просто мы были уверены в том, что она в 2020 году нам присвоит, и, ну, тогда не получилось, но факт то, что есть факт. Андрей Анатольевич, спасибо вам за проделанную работу, за присвоение нам, нашему городу, такого почетного звания. Спасибо, что на нашли время пришли к нам, ответили на наши вопросы. На самом деле, эта работа была у очень многих людей, и я просто был маленьким координатором тех или иных действий. Спасибо большой рабочей группе, в вашем лице. Спасибо вам. Помню, вы смотрели актуальное интервью, оставайтесь на нашем канале.